Пройдут дожди, сойдут снега. И только тогда на Володарского 43 приступят к ремонту крыши. Историю о том, как в восьмиподъездном доме протопила квартира девятого этажа, мы рассказывали на прошлой неделе. Руководитель управляющей компании в понедельник подтвердила нашему телеканалу догадки жильцов. Потекло из-за некачественного ремонта ливневой канализации на крыше. Проводили работы в декабре, но так и не закончили. Подрядчик, который выполнял ливневую канализацию на данном доме, финансовую составляющую еще не получил. Сейчас ведутся с ним и переговоры по устранению недоделок данных работ. Управляющая компания намерена получить с подрядчика ущерб. Кровлю залатают, как только она подсохнет. А пока жильцам нужно набраться терпения и зафиксировать все происходящее. Людям нужно обратиться в управляющую компанию, сделать заявку, либо письменные сообщения, для того, чтобы пришел менеджер, либо мастер подрядной организации составил акт о протечке кровли. После данного акта будет составляться смета, и после составления данной сметы будет выплачен ущерб. Средства на ремонт собственники получат, когда со своими делами закончит подрядчик. В управляющую компанию на данный момент обратились жильцы 26 квартир. Мэрия, в свою очередь, проследит, чтобы и управляшка не осталась безнаказанной. На прошлой неделе уже проведен муниципальный жилищный контроль. Проверка еще будет продолжаться. Общая ее продолжительность 20 дней. По итогам проверки материалы будут направлены в госжилу инспекцию. Также будут выданы предписания об устранении данных протечек. Отметим, инициаторами ремонта ливневок были жильцы. Однако не повезло с подрядчиком. Капитальный ремонт крыши на Владарского 43, согласно региональной программе, запланирован на 2024 год. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.